Всем добрый-добрый вечер! Как мне сделать, чтобы вам было видно? Всем здравствуйте! Я пойду найду вторую вакцинацию. Ровно 21 день прошло, как мы ее делали. И вот здесь еще одна у меня вакцинка. Это для другого соседского песика. Ему через 2 дня будет срок делать. Делаю мультикан 4. Так, ножик не взяла, чтобы вскрыть вот эту. Все обычно набираем. Обычный укорчик в холку. Ухолку я вообще делаю с полной уверенностью. А вот бляшку нет, побаиваюсь. Но все равно делаю, куда деваться. Надо было колола, и кошкам колола, и найди колола. Все, получается вот такая розовая жидкость. Ее мы взбалтываем хорошенько. Видите, я иголку беру одну, а потом буду делать другой иголкой, чтобы она была острая. Не пуплю иголки. Тынс, тынс. Можем сюда набрать. С огорода траву рвала, руки не совсем отмыла, так что не обращаем внимания на мои руки-крюки. И новую иголочку. Вот так это все выглядит. Все. Пойдемте. Я тут, видите, какая красавица. Ходила на микроблейдинг бровей, поэтому несколько дней не хотела показываться в таком виде. Зашла? Мэгги, заходи. Не могу загнать Мэгги. Заходи, говорю. Заходи, сейчас выбежишь. Заходи, говорю. Да ты посмотри на нее, а. Мэгги. Давай, заходи. Давай. Ой, молодец. Жди меня, моя собачечка, жди. Пока голос не повысишь, не понимает никто. Сейчас мы переобуемся. У нас здесь, видите, какой хавоз. Закончили комнату. Ну, пошлите посмотрим сразу комнату. А потом пойдем к теть Тамаре. Ну, как закончили? Конечно, еще не под ключ. Ну, вот, все на один раз уже побелено. Все проштукатурено. Ну, так, чтобы видно было, показать бы вам издалека вот так. Видите? Все свеженько. Ушел вот этот запах цыплят. Здесь стоял неимоверный. Ну, еще не высохло, он только сегодня закончил. Осталось одно страшное окно. Ну, я его, наверное, пылесосом пропылесосшу, помою, и все. Уж пластик вставлять не буду. Не до пластика. А вообще не мешало бы для проветривания? Ну, пока, пока нет. В этом году никак. Вот такая уютная комнатушка получается. Еще бы, блин, отделать вообще стены чем-нибудь бы таким более-менее приличным, да? И было бы вообще айс. Ладно, выключаюсь. Пойдемте. А к нам опять прошла аномальная жара. Телефон передает, что завтра будет 36. Ну, не знаю. Я сегодня поливала и утром, и вечером. И все прям, знаете, просохло-просохло. Очень даже хорошо. Может быть, огурцы начнут сейчас вырастать. Видите, как она меня всегда встречает, как врага. Найда, иди сюда. Найда. Все, кое-как изловили. Сейчас будем... Смотри, моя девочка. Скажи, да как ты мне надоела уже. Да как ты мне надоела, моя девочка. Не бойся, не бойся. Вот так. А мы уже будем с удовольствием. Все, 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 все. Все, моя красавица, все. Все. Даже не пикнула. Молодец. Молодец, моя девочка. Ну что? Ну что, Найда? Скажи, ну подожди, я вырасту. Я тебя искусаю. Я тебя искусаю. Ну, уже гуляние хоть переносит. Ну. Ну все, теперь ей ничего, не страшно. Не страшен ей серый волк. Да, Найда? Затарилась от меня, видите, куда. Да все, все, я ухожу, я ухожу. Все. Давай, пока, пока. Здравствуйте, уважаемый Борис. Вы уж извините за мой внешний вид. Я торчу в огороде. У нас такая погода, 40 градусов. Мы полуживые ходим. Я очень кратко. Мне обязательно нужно вам сказать большое спасибо. Дело в том, что Ира все честно делает. Они мне даже пирожками закидали, булочками закидали, поберушку несчастную. Но ничего, вы поймете. Значит, почему я вам должна сказать? Потому что человек иногда добро делает и даже не понимает, какое большое он добро делает. Я вам это сейчас объясню, вы поймете почему. Дело в том, что мне Ира сказала, что вы с Украины. У меня отец с Украины, 27-го года рождения. В 41-м году, когда началась война, им за 2 часа дали собраться. И вот их сюда привезли, в Караганду. Вот так здесь и остались. Всю жизнь он мечтал. Он жил в Сирис Рокино. Сами знаете, которого сейчас разбомбили. Значит, он всю жизнь мечтал побывать домой. Домой, домой и умереть домой. В 70-е годы я ездила по турпутевке в Киев. Так он мне наказал, привези мне что-нибудь, чтобы пахло Украиной. У вас действительно и воздух другой, и небо другое. Все-все в Украине другое. Я пошла на базар на Крещатике. Я забыла, как он сейчас называется. Сейчас не знаю, как он называется. Купила яблочки. Вот он это яблочко. Нюхал месяца два. У него не ел. Пойдет понюхать, думает, что никто не видит. И сидит нюхает. И так он его и не съел, пока оно не пропало. Потом у меня был брат. 24 года ему. Он на 4 года меня моложе. Он погиб. Военный летчик. Погиб далеко на востоке. С ним вместе погиб офицер старше него. Он был из Мариуполя. Ну, тогда назывался, по-моему, Ждана. Ну, его туда отвезли. Брата моего сюда привезли. Вот, короче говоря, видимо, Бог вас натолкнул именно меня. Вот, видите, вы с Украины. И добро залили. Большое вам спасилище. Только больше, пожалуйста, ничего не надо. А то мне стыдно. Она приходит, а я в шоке. И еще я в таком вот виде. Ну, в огороде же не будешь берем. Конечно же, Тома. Все мы в таком виде. А тем более у нас комары жрут. И всякие такие остальные. Оводы и всякие прочие дела. Вот она стоит сейчас передо мной. И демкается ногами. Комары ужасные. И комары поедают. Большущее вам спасибо. Я буду Бога молить о вашем здоровье. О здоровье вас и всех. Пожалуйста, спасибо большое. А эта засранка, она ошейник-то носит. А на цепи чуть не повисла. Залезла в какую-то дырку. Я ее вытащила уже в обмороке. И я вот решил, я только закончила с огородом. Потом я буду сидеть возле будки, караулить ее. Пока она свободолюбивая бабеночка. Да, сразу не прицепили. Теперь тяжело. Она это самое, да. Ну, и везде ходит за мной. Сидит рядом. Только и слышит. Найда, уйди с помидором. Найда, уйди с огурцом. Да я только хочу, Найда, не ходи по грядкам. Она мне туда все чехвостик. Все, у нас третий год нету дождей. Жарища такая. Мы не знаем, может мы зря бьемся. Может мы тут все мремо отжарим. Спасибо вам еще раз большое. Не подумайте, что я там глупая бабенка. Все нормально у нас. Все с мозгами совсем, все нормально. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Боже, пожалуйста, только не надо, а то мне стыдно. Все, иду домой. Найда спряталась где-то, так и не выходит. Что там, закроете, да? Она боится меня. Хотела показать вам коробок, а она встала и боится, да? Все, все, выключаю. Дошла до дома. Хотела сказать, что Тома такая женщина. Она меня как встретит в огороде, каждый раз благодарит, каждый раз просит передать большое спасибо Борису. Ну, в общем, вот такая она. Видимо, то поколение, все же такие. Так что, она говорит, ну все, я свою миссию выполнила. Отблагодарила, чтобы человек не подумал, что я какая-то неблагодарная. Борис, и мы вам тоже передаем еще раз большое-большое спасибо. Хочу показать вам, какие дебри у меня опять выросли в теплице. Вот пока были холода. Смотрите, что творится. Все, что я отламывала, опять все-все-все выросло. Здесь так вообще темный лес. Все, опять надо, опять надо все обрывать нижние ветки. И трава, и трава, как же без нее. А вот которые недавно посаженные. Видите, какие красавчики стоят. Я знаю, что надо зарыхлить. Сейчас установится погода, все-все сделаем. Завтра буду малину заливать, прям шланг на целый день включу. Началась засуха у нас. Ребят, я еще решила объяснить для новых подписчиков, кто такой Борис. А то подумают, кого там она благодарит, за что она благодарит. Вот Борис, как мы его между нами называем, это наш крестный отец. Спасибо Борису большое. Он прям взял шефство над нашими хвостиками. И прям регулярно, регулярно нам помогает. Спасибо ему большое. Хвостики довольные, счастливые. И Найда счастливая и довольная. Теперь я уже не как бы, ну, запросто могу взять. Вот взяла эту Мусю запросто, не боясь, что меня там кто-то дома поприкнет, что я натаскиваю полный дом зверей. Спасибо подписчикам новеньким, кто подписывался. Спасибо стареньким, кто смотрит нас. Смотрю это. Прыгает. Сентябринка пришла и гоняется за бабочкой. Того и глядишь, на калитку наскочит. Такая чернобровая красавица. Кто-то там приехал. Но это не к нам, это не к нам. Полила, прививку сделала. У нас уже часов, наверное, 9 вечера. Вот так тепло. Если бы не комары, вообще было бы прекрасно. Тепло, тепло. Намерзла из-за этих дней. Теперь я вообще хочу на улице пить чай всегда. Но вот из-за комаров это невозможно сделать. Так мечтала в своем доме, чтобы вот хотя бы возле крыльца где-то поставить стол. Мы же ставили в прошлом году. Но из-за вот комаров невозможно. Может быть попробовать. Все-таки спреи какие-то. У меня куча этих спреев стоит. Но мне кажется, они нифига не помогают. Вот. Такие делишки. Раз уж я в огороде покажу вам картошечку. Видите, как цветет вся в цвету. И вон мои петули на заборе. Красота. А вон там мальва должна зацвести лилии. Мальва не знаю, какая будет. Сажала и махровые, и простые. Кустов 8 было. Самый первый год сажала. А потом ставили забор и затоптали. И вот один куст сохранился. Я его в этом году прям лелеяла, лелеяла. Вырос, набрал бутоны. Посмотрим, что будет. Сентябринка, что ты делаешь тут, а? Ну, что ты тут делаешь? Видите, гоняет кого-то. Она как мой хвостик. Никуда от меня. Куда я, туда она. Я на улицу, она. Я на кровати, она со мной. Я за стол, она со мной. Везде со мной. Собаки в шоке. Такое небо у нас сегодня. Я говорю, сегодня прям красота. Погодка айс прям сегодня. Хоть и Тома и говорит, без дождей. Все сухо, все сухо. Не знаю, я полила, и мне нормально. Я еще не успела насладиться. Жарой. Ну вот, сегодня мы ничего не делали, никуда не ездили, ничего не готовили. Доедали вчерашний гречневый супец. Так что никаких новостей у нас нету. Балду целый день прогоняли. Не пойми, что, то траву немножко подергаешь, то я обувь там перемывала, перестирывала, все кроссовки, да, эти тряпочные тапочки такие. Пока жара, чтобы все высохло. Ничего, короче, не делали. Поэтому ролик сегодня маленький. Извините, с завтрашнего дня встаем на путь исправления. Беремся уже за камеру с самого утра и снимаем. Ну, на сегодня все. Спасибо. Мне просто хотелось передать благодарность этой Тамаре. Думаю, как будет, она каждый день просит. Просит, у меня все не получается, не получается. Поэтому здесь сняла вот такой небольшой ролик. Всем пока-пока. До встречи.